Всем-всем привет, с вами Нанотюб и сегодня я вам расскажу о Диснее, а именно о такой вещи как обмен значками в Диснее. Каждый год Диснее выпускает сотни или тысячи значков, которые расходятся по всему свету. Некоторые фанаты специально приезжают в Диснее Ленд, в Диснее Парки, чтобы обменяться значками. Взрослые дети с удовольствием коллекционируют эти значки и конечно обмениваются ими. Это очень интересно, я думаю и супер увлекательно. Это движение началось в 1999 году и на сегодняшний день миллионы людей по всему миру коллекционируют значки от Walt Disney Studio. Для того, чтобы вступить в это движение, вам необходимо купить один или два значка. Затем вы должны поехать в Дисней Ленд и подойти к любому сотруднику Дисней Ленда. У них на шее будет специальная лента, где будут приколоты куча значков. Вы можете обменять у одного сотрудника два значка, то есть он вам не может отказать и должен обменять. Это очень интересно и прикольно. Также в Дисней Ленде существуют специальные киоски либо магазинчики, где вы можете бесплатно опять же обменять ваши значки. Или купить. Для того, чтобы обменять значки, ваши значки должны быть произведены Дисней Лендом. Они не должны быть китайские, не должны быть подделкой, не должны быть сломаны. То есть у вас должны быть значки для обмена. Это очень интересно и некоторые называют это охота за значками. Цена значков начинается от 7 долларов. Это около 400 рублей. Также существуют специальные значки, которые стоят 15 либо 20 долларов. И они выпускаются ограниченным тиражом. Этот тираж может насчитывать 400 штук, либо 1000 штук, либо 2000 штук. То есть они ограничены и выпускаются только раз. Поэтому коллекционеры значков гоняются за ними, постоянно их ищут и хотят приобрести их в свою коллекцию. И цена на эти значки иногда доходит до 500 долларов, а может быть и выше. Представляете, 500 долларов это 30 тысяч рублей за значок. Я считаю это очень дорого. Также существуют значки, которые могут раскладываться. У этих значков есть движущиеся части. Хотел бы я заиметь такой значок в свою коллекцию. Да, и я забыл сказать, что вы можете купить специальную ленту, на которую вы можете прикрепить свои значки. Также существуют папки специальные, существуют сумки, где люди хранят тысячи своих значков. Героев в Диснейленде очень-очень много. Было выпущено куча мультфильмов, сотни мультфильмов. И очень часто люди не знают, какие значки им собирать. Многие начинают собирать, например, плохих персонажей. Потому что плохие персонажи в Диснее очень харизматичны. Некоторые собирают русалочку, некоторые собирают героев из Фроузен. Это очень, я думаю, прикольно. И каждый раз вы можете изменить вашу тему, например. Можете собирать другие значки. Потому что, я думаю, даже во взрослом состоянии, когда вы будете взрослым, это оставит вам очень хорошие воспоминания. Думаю, на сегодня я закончу рассказ о значках. Если вам понравилось, ставьте лайки. Если хотите продолжения, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии. И я обязательно сделаю вторую часть. Потому что еще очень многое могу рассказать о Диснее, о значках, о различных случаях, которые бывают в Диснее. Это очень интересная тема и очень мне нравится. Я бы с удовольствием поделился информацией с вами. Подписывайтесь, ставьте лайки, посылайте ссылки друзьям. Чем больше ссылок и просмотров, тем больше я буду делать видео. И думаю, что вы тоже фанат Диснея. Потому что Дисней вошел в нашу жизнь полностью. То есть, везде Дисней. На экране Дисней. Я обожаю Дисней. Если вы обожаете Дисней, Диснейленд, ставьте лайк. Спасибо.